всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такую вот очень красивую и максимально простую в исполнении шапку шапка у нас будет являться универсальный и подойдет для вязания на любой возраст и также ее можно связать как детскую взрослую для мужчин или для женщин то есть идет такая классическая очень красивая шапка связанная резинкой и вот такой вот у нас идет красивое закрытие петель макушки то есть вот у нас идет передняя часть и точно так же выглядит задняя часть макушки у нашей шапки данную шапку я вязала так чтобы она шла ровно по голове это что касается высоты но при желании ее эту шапку можно связать и как шапку бини с торчащей макушкой то есть в этом случае вот это расстояние которое мы вяжем просто обычной резинкой один на один скажем так расстояние до убавок вы должны провязать большее количество сантиметров нежели провязываю я в мастер-классе и сейчас вязать эту шапку я буду из очень классной пряжи всем рекомендую это у нас идет пряжа от река называется кашемир для тех у кого чувствительная кожа и многие виды пряжи колется эта пряжа идет максимально мягкая абсолютно не колючие и подойдет для взрослых чувствительной кожей и для детей отлично ну и также для всех остальных как я сказала пряжа называется кашемир от река а по составу здесь у нас будет идти 50 процентов кашемир 20 процентов шерсть 30 процентов искусственное волокно вес матка данного 50 грамм длина 320 метров каждому вот такому моточку в комплект будет идти дополнительная вот такая вот катушечная ниточка то есть это скажем так по тому же принципу как идет пряжа пух норки где у нас идет моток и дополнительная катушечная нить здесь у данной пряжи также в комплекте будет идти катушечная ниточка вязать шапку смотрите я буду в 3 нити вот основной пряжей и в 2 катушечки то есть всего в 5 нитей и получается смотрите ну вот метраж если мы будем вязать в 3 нити вот основной пряжей 320 метров это на 50 грамм получается если в 3 нити мы будем вязать метраж будет идти на 100 грамм где-то примерно 200 220 метров то есть это что касается метража пряжи если мы будем вязать вот в несколько сложений поэтому всем рекомендую обратить внимание на данную пряжу а мы сейчас с вами еще разберемся с расходом значит смотрите шапку я связала и постирала также сейчас я ее взвесила и получилось вес данной шапки 85 грамм то есть вот таких вот два моточка пряжи достаточно для того чтобы связать шапку в принципе абсолютно на любой возраст свою шапку сейчас в мастер-классе я вязала взрослую и с учетом того что это идет резинка она эластичная и очень хорошо тянется данная шапка вот у меня отлично подойдет на окружность головы где-то 55 59 сантиметров и давайте перед тем как приступать к вязанию мы с вами еще измерим каждый провязанный участок вот после стирки то есть высота резинки у меня сейчас получилось равна под 8 сантиметров у данной шапки отворот идет фиксированный то есть после того как я вывязала необходимую высоту скажем так этого отворота я связала фиксированный отворот и далее продолжила вязать просто обычной резинкой один на один всю высоту шапки до убавок и вот сейчас мы также измерим эту высоту до убавок получается это высота равна вот 15 сантиметров так общая высота шапки то есть вот от макушки до вот нашего фиксированного отворота получается равна ну вот где-то 21 сантиметр это высота шапки так чтобы она шла ровно по голове если вы хотите связать шапку бини с торчащей макушкой то эта высота должна быть ну примерно где-то сантиметров 25 зависеть будет также от того насколько вы хотите чтобы эта макушка торчала повыше или совсем немножко из данной пряжи свою шапку я буду вязать на круговых спицах длина спиц от кончика до кончика 40 сантиметров диаметр спиц я буду использовать 4 миллиметра также когда шапку я связала и постирала я пришила вот в середину вот такую вот красивую бирочку хэнд мэй я данные бирки заказывала на вал берез поэтому если кому-то будет необходимо ссылку я могу также вам оставить поэтому друзья надеюсь вам нравится данная шапочка и вы сейчас эту шапку свяжите с удовольствием вместе со мной поэтому берем пряжу готовим спицы и приступаем к вязанию на круговые спицы диаметр спиц я беру 4 миллиметра и обычным способом набора с помощью длинного хвоста на спицы мы должны набрать количество петель кратное 4 поэтому сейчас для вязания шапки на спицы я наберу 100 петель на спицы я набрала 100 петель и плюс мы должны набрать еще одну петлю для того чтобы соединить вязание в круг то есть вот моя сто первая петля теперь мы будем соединять вязание в круг так как у моей шапки резинка будет идти с отворотом поэтому спицы я беру следующим образом то есть я беру получается в левую руку ту спицу на которой у меня расположены кончики нитей и в правую руку я беру соответственно вторую спицу на которой нет никаких кончиков далее все петли я ровно распределяю по всей длине спиц убедившись в том что нигде ничего не перекручено то есть смотрите вязание получается мы берем вот этим узелковым наборным краем вверх и теперь мы будем соединять вязание в круг для этого мы должны переснять одну петлю вот с правой спицы на левую вот наша петля мы ее переснимаем на левую спицу после чего правой спицы я подхватываю вот последнюю набранную петлю то есть это та петля на которой расположены кончики нитей эту петлю я сейчас вот подхватываю далее протягиваю и спускаю через переснятую только что петельку с правой спицы далее кончики хорошенечко подтягиваю после чего петлю которую мы переснимали с правой спицы я эту петельку возвращаю обратно на правую спицу то есть вот мы соединили и вязание в круг далее мы сейчас можем взять маркер или ниточку контрастного цвета и повесить вот на правую спицу это нить у меня будет обозначать начало ряда и я сразу сейчас буду приступать к вязанию первого ряда первую петлю я сейчас вот буду провязывать изнаночной вторую петельку я сейчас провяжу лицевой дальше вязание мы будем повторять провязывая одну изнаночную петлю и вот одну петлю я провязываю а лицевую изнаночная петля далее следующую петлю я провязываю лицевой так мы сейчас довязываем до конца этот ряд и так вот я довязываю первый ряд до конца провязав резинку один на один маркер который обозначает начало ряда я сейчас перебрасываю на правую спицу и далее начиная со второго ряда мы будем провязывать все петли по рисунку то есть изнаночные петли и я буду провязывать изнаночными лицевые петли я буду провязывать лицевыми для того чтобы резинка была ровной и петли не косили здесь очень важно провязывать все петли за правую стенку каждый из этих петель то есть вот в моем случае правая стенка изнаночных петель расположена за работой и правая стенка лицевых петель у меня также расположена за работой это у нас может с вами отличаться будет зависеть от того вяжите вы петли бабушкиным или классическим способом поэтому мы просто запоминаем что все петли мы вяжем за правую стенку каждый из этих петель то есть вот правая стенка изнаночные петли и эту петлю я провязываю за заднюю правую стенку изнаночной петлей правая стенка лицевой петли и я провязываю лицевую петлю за заднюю правую стенку лицевой петлей изнаночная лицевая изнаночная петля лицевая таким образом провязывая все петли по рисунку мы вяжем всю необходимую высоту отворота и так вот я провязала необходимую высоту резинки эта часть резинки будет являться отворотом шапки и здесь всего у меня провязано 23 ряда и давайте измерим провязанный участок в сантиметрах то есть высота этого отворота получается равна ну вот где-то 8 8 с половиной сантиметров высота отворота и сейчас я буду вязать фиксированный отворот делать мы это будем следующим образом начинается вязание у меня с изнаночной петли и сейчас вот мы этот фиксированный отворот будем вязать 4 ряда и на протяжении вязания этих четырех рядов изнаночные петли я буду провязывать изнаночными а лицевые петли я буду просто снимать не провязывая оставляя рабочую нить за работой изнаночную петлю провязываю изнаночной лицевую петлю снимаю не провязывая с левой спицы на правую оставляя рабочую нить за работой изнаночная лицевую петлю снимаю изнаночная петля и лицевую петлю снимаю оставляя рабочую нить за работой так я сейчас довяжу этот ряд до конца и так я довязала первый ряд до конца приступаю к вязанию второго ряда фиксированного отворота и в этом втором ряду я точно также буду изнаночные петли провязывать изнаночными лицевые петли снимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой изнаночная петля лицевую петлю снимаю и опять изнаночная петля и и я провязываю изнаночной лицевую снимаю не провязывая оставляя рабочую нить за работой таким образом я сейчас самостоятельно провяжу получается до конца вот 2 3 и 4 ряд после того как этот отворот будет у меня провязан 4 ряда и я подключусь и мы с вами продолжим вязать шапку дальше и так я провязала фиксированный отворот вот 4 ряда и с обратной стороны то есть вот идет наша передняя часть где мы вязали резинку и вот идет внутренняя часть и здесь получился такой как бугорок который и будет формировать наш фиксированный отворот то есть после того как мы провязали этих 4 ряда мы сейчас дальше будем продолжать вязать высоту шапки провязывая резинку один на один то есть сейчас мы также дальше будем продолжать вязать резинку провязывая изнаночные петли изнаночными лицевые петли я провязываю лицевыми 1 изнаночная петля и и одна петля лицевая так мы вяжем получается вторую часть нашей шапки то есть это мы связали отворот и сейчас будем вязать следующую часть резинкой 1 на 1 до убавок сейчас самостоятельно я вывяжу всю необходимую высоту до убавок далее подключусь и вместе с вами мы приступим делать эти убавления и так вот я провязала всю необходимую мне высоту шапки до убавок ну вот здесь у нас виден наш фиксированный отворот вот он у нас будет идти с обратной стороны и вот здесь вот вот этих более длинных петель высота провязанного участка равна 42 провязанных ряда и если в сантиметрах высота провязанного участка получается равна ну вот смотрите 15 сантиметров то есть от спицы до фиксированного отворота и общая длина в ровном нерастянутом виде равна 24 сантиметрам теперь мы будем распределять петли и закрывать макушку у нашей шапки петли я распределила следующим образом а значит смотрите всего на спицы я набирала 100 петель и у нас на наши шапки будут идти ну назовем их клинья и этих клиньев будет 4 зайди спереди и по боковым частям сразу скажу что на эти клинья ну желательно так чтобы количество петель было одинаково то есть на передние и на боковые клинья но у меня сейчас получилось так что боковые клинья будут идти на две петли меньше нежели передний и задний клин ну плюс минус две петли большого значения иметь не будет самое главное для разделения этих петель мы должны учитывать что на клинье у нас должно быть нечетное количество петель поэтому плюс минус как я сказала несколько петель большого значения иметь не будет и исходя из этого то есть у меня получается передний и задний клин будут состоять из 11 петель 11 мы умножаем на два клина получается 22 петли далее два боковых клина у меня будут состоять из 9 петель поэтому 9 умножаю также на два клина получается 18 петель 22 плюс 18 получается на клинья я сейчас отдаю 40 петель далее общее количество петель 100 минус 40 петель или клинья получается 60 и 60 я делю как раз таки на также 4 участка это те участки где мы сейчас будем делать как раз таки убавление и здесь у меня получается сейчас будет расположена 15 петель то есть смотрите к примеру если бы я набирала на спицы для вязания шапки 104 петли то у меня как раз получилось бы все поровну то есть 11 11 11 и 11 петель клинья и вот эти боковушечки по 15 петель но у меня на спицах 100 петель поэтому я их распределила следующим образом сразу скажу что желательно чтобы вот эти как раз таки участки где мы будем закрывать петли сейчас у нас в в любом случае должны получаться так чтобы они у нас были также вот нечетное число и между собой все таки я рекомендую как раз таки эти участки сделать одинаково по количеству петель а если плюс-минус несколько петель вот как раз таки скорректировать за счет вот этих клиньев поэтому я взяла сейчас развесила маркеры ну вот ровно по вот этой схеме здесь у меня сейчас получается будет идти начало ряда и соответственно задняя часть поэтому 11 петель и заднего клина я разделила вот здесь на две части в начале вот здесь у меня идет раз два три 4 5 6 петель и соответственно здесь у меня идет 5 петелек то есть это я сейчас здесь и отмечу здесь 6 петель и здесь 5 петелек далее я беру нить контрастного цвета которая вот розовым цветом обозначает начало ряда и сейчас знаете чтоб нам не запутаться я рекомендую взять вот обычные маркеры и те участки где у нас идут клинья то есть 11 11 9 и 9 петель вот эти участки можно сейчас отметить маркерами то есть убавлять петли мы здесь не будем далее вот здесь идет следующий участок то есть так так далее вот идет передник ли здесь мы также сейчас повесим маркер и вот второй боковой клин при убавлении петель сейчас будет просто более просто ориентироваться так все маркеры мы развесили петли мы распределили сейчас мы с вами будем приступать делать убавление единственный уточняющий момент в тот момент когда мы сейчас должны были развесить маркеры по вот тем участкам которые мы с вами разобрались значит смотрите там где у нас идут клинья задней передней и два боковых наше вязание на нашем клине должно начинаться с лицевой петли и заканчиваться лицевой петлей но вот именно для этого у нас на клине идет нечетное количество петель то есть вот лицевая начинается лицевая заканчивается вот следующий клин также лицевая начинается петля лицевая заканчивается поэтому приступаем к вязанию первого ряда убавок на том участке где у нас идет клин ну или вот участок отмечены красным маркером то есть вот здесь на этом промежутке убавлять петли мы не будем здесь мы просто провязываем изнаночные петли изнаночными лицевые петли провязываем лицевыми то есть вяжем обычную резинку один на один маркер перебрасываю на правую спицу и теперь вот этот следующий участок который не является нашим клином здесь мы будем убавлять петли в начале и в конце то есть после получается первого и перед вторым маркером и здесь у нас сейчас идет изнаночная и лицевая петля сейчас мы должны развернуть две петли так чтобы правая стенка и 1 и 2 петли располагалась перед работой после чего две петли изнаночная плюс лицевая я провязываю две петли вместе изнаночной петлей провязала после чего вот провязываю одну петлю изнаночную одну петлю лицевую то есть продолжаю вязать резинку один на один не довязывав до маркера следующего двух петель и вот перед вторым маркером у меня остаются две петли лицевая и изнаночная лицевую петлю и изнаночную я также в начале перевернул так чтобы правая стенка располагалась перед работой и две этих петли я провязываю две петли вместе изнаночной петлей то есть вот в начале и в конце ряда мы убавили получается по одной петельке вот идет следующий наш клин то здесь мы в этом клине никаких убавлений не делаем просто получается маркер перебрасываю на правую спицу и провязываю обычную резинку один на один боковой клин у меня равен 9 петлям лицевая петля маркер перебрасываю и вот здесь в следующем участке где у нас нет маркера то есть участок который не является клином здесь снова мы будем делать убавление петель в начале и в конце также две петли я переворачиваю и провязываю 2 петли вместе и изнаночной петлей после чего продолжаю вязать резинку один на один не довязывав до следующего маркера двух петель вот у меня перед маркером осталось две петельки лицевую и изнаночную петлю я переворачиваю и за переднюю стенку я провязываю 2 петли вместе и изнаночной петлей далее идет участок отмеченный маркером это идет клин 11 петель это передний наш клин и здесь в этом участке я продолжаю вязать обычную резинку получается один на один далее получается в следующем промежутке где у нас нет маркера то есть промежуток не являющий клином также в начале и в конце ряда я убавлю по одной петельки провязав две петли вместе изнаночной петлей и таким образом мы должны довязать до конца этот ряд то есть вот здесь мы сейчас сделаем убавление петель и вот здесь между клиньями но вот клинья эти у нас отмечены маркером вяжем так ряд до конца и так я довязала ряд до конца делая убавление петель как я говорила между клиньями в начале и в конце ну или до и после клина теперь следующих два ряда мы будем провязывать просто все петли по рисунку то есть продолжать вязать резинку 2 на 2 то есть вот я сейчас изнаночные петли провязываю изнаночными лицевые петли провязываю а лицевыми в том месте где мы сейчас сделали убавку у нас будут идти подряд 2 изнаночных петли я их так и провязываю 1 изнаночная петля и 2 изнаночная петля лицевая изнаночная так провязывая все петли по рисунку я сейчас провяжу получается 1 и 2 ряд и так я провязала сейчас получается третий ряд то есть первый ряд мы провязали с убавками далее второй и третий ряд мы провязали просто все петли по рисунку приступаем к вязанию получается 4 ряда убавок и здесь в четвертом ряду мы сейчас будем делать убавки точно так же как мы делали в первом ряду то есть там где у нас идут петли клина их мы провязываем просто по рисунку то есть вяжем резинку 1 на 1 то есть тот участок который отмечен маркером далее маркер перебрасываю на правую спицу и вот у нас идут по порядку 2 изнаночных подряд петельки этих 2 изнаночных петли я также в начале перевернул так чтобы правая стенка располагалась перед работой после чего 2 этих петли провязываю вместе изнаночной петлей и далее продолжаю вязать резинку 1 на 1 не довязывая в то следующего маркера 2 петель то есть опять у нас перед следующим маркером остаются 2 изнаночных петли этих две петли я сейчас переворачиваю так чтобы правая стенка располагалась перед работой и 2 этих петли за переднюю правую стенку провязываю вместе изнаночной петлей маркер перебрасываю на правую спицу и далее петли клина просто провязываю обычную резинку один на один маркер перебрасываю снова на правую спицу и 2 изнаночных петли здесь также я перевернул и провяжу две петли вместе изнаночной петлей вот здесь в начале и вот здесь в конце этого нашего участка таким образом мы сейчас будем продолжать делать убавление точно так же как я вам сейчас показала то есть еще раз смотрите в первом ряду мы сделали убавление петель далее провязали по рисунку второй и третий ряд в четвертом ряду мы снова сейчас делаем убавление петель далее пятый и шестой ряд мы провяжем просто все петли по рисунку далее в седьмом ряду я снова буду делать убавление петель восьмой девятый ряд я провяжу все петли по рисунку десятом ряду я сделаю снова убавление петель то есть таким образом я сейчас самостоятельно сделаю все необходимые убавления далее подключусь скажу сколько это у меня получилось вот именно в провязанных рядах и последние ряды провяжем с вами вместе и еще раз смотрите если мы посмотрим на нашу схему закрываем мы петли вот эти там где у нас идут 15 петель то есть постепенно у нас будет сокращаться это количество петель здесь здесь далее вот здесь у нас идет 15 петель и вот здесь идет 15 петель вот это количество петель это идут петли наших клиньев она у нас остается это количество петель неизменным то есть получается около каждого вот нашего этого клина здесь получается после клина и перед клином мы будем провязывать по 2 петли вместе изнаночной петлей получается через 2 вот в третьем ряду мы делаем эти убавления и так вот я сделала все необходимые мне убавки практически до конца последние ряды мы провяжем с вами вместе и если мы сейчас посмотрим на провязанные мною ряды я сейчас закончила вязание провязав 16 ряд то есть на протяжении вот всего этого промежутка на котором я делала убавки я делала убавки через получается 2 в третьем ряду то есть делала убавку 2 ряда провязала по рисунку убавка 2 ряда по рисунку и вот так я провязывала эти убавки до 16 ряда теперь получается в семнадцатом ряду мы с вами будем делать сразу следующее убавление петель у нас уже осталось немного поэтому провязывать 17 ряд убавок я буду вот одновременно переходя на чулочные спицы сейчас мы должны сделать так чтобы наше вязание начиналось вот с лицевой петли вот наша идет лицевая петелька так и теперь мы берем чулочную спицу это идут петли клина сейчас мы будем убавлять петли и в клиниях поэтому лицевая и изнаночная петля в клине их я провязываю две петли вместе лицевой петлей и опять лицевая и изнаночная петля их я провязываю две петли вместе лицевой петлей и еще раз 2 петли провязываю вместе лицевой петлей лицевую петлю клина я снимаю маркер убираю петлю возвращаю обратно и 2 петли то есть лицевая и изнаночная провязываю вместе лицевой петли в то сейчас в этом ряду мы с вами будем провязывать по 2 петли вместе маркер убираю и дальше продолжаю провязывать по 2 петли вместе лицевой петлей беру следующую человечную спицу и продолжаю провязывать вот и две петли вместе и лицевой петлей так мы вяжем этот ряд до конца провязывая по 2 петли вместе и так я довязала до конца 17 ряд, провязав по 2 петли вместе петли я распределила на 3 чулочные спицы сейчас я провяжу еще последний получается 18 ряд и в этом 18 ряду я буду также провязывать по 2 петли вместе лицевой петлей 2 петли вместе провязываю лицевой петлей так я сейчас довяжу до конца последний 18 ряд и так я провязала последний 18 ряд провязывая по 2 петли вместе и теперь я просто возьму и оставшиеся петли стяну то есть сейчас на последнюю провязанную петлю то есть та петля на которой расположена рабочая нить идя против часовой стрелки я пересниму все петельки по порядку то есть в конце у нас должна остаться одна вот это как раз таки последняя петелька на которой расположена рабочая нить и так вот у меня в конце осталась последняя петля аккуратно эту последнюю петлю я вытаскиваю по длине ниточку от моточка здесь я обрезаю и теперь в последнюю петлю я продеваю кончик нити который я обрезала от моточка и аккуратно петельку затягиваем теперь с помощью крючка этот кончик нити мы должны вывести вот на изнаночную сторону после чего шапочку мы также можем вывернуть уже на изнаночную сторону и все кончики которые у нас есть мы можем спрятать по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом и вот друзья после того как по изнаночной стороне мы спрячем все кончики наша шапочка будет полностью готова сейчас обязательно шапку нужно постирать после стирки во первых петли станут более ровными красивыми и аккуратными и макушка вот ляжет красиво ровно и правильно и как выглядит шапочка после стирки вы можете посмотреть в начале видео так как начало видео я вам отсниму после того как шапка моя высохнет точный расход пряжи я вам также скажу в начале видео ну вы это уже слышали поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным и у вас все получилось связать вместе со мной поэтому сейчас дорогие мои будем с вами прощаться до новых встреч и всем пока-пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok